Часто вы об этом говорите или вы дома не разговариваете? Ну, во-первых, конечно, мы дома разговариваем, но чаще всего получается так, что я говорю, О, Алёнушка, что-то я волнуюсь. Я говорю, не волнуюсь, всё будет хорошо. И на этом успокаиваемся. Волгодонск. Против вас играет педагог Александр Бельченко, город Волгодонск. Всё двигалось и переменялось. То вдруг открывался хвост, то закрывалась кастрюля. Внимание, вопрос. О чём это, Михаил Пришлин? Природа какая-то, если прижим. Открывался хвост, кастрюля, движутся. Цветы, да, цветы, допустим, с течением дня. Какая-то, когда-то легал, двигалось, слышите, а про облака. Ты, Люпин, похож на хвост, а солнечник на кастрюлю двигалась и переливалась, и что? Открывалась, закрывалась, смотрите, кастрюля такая, это похоже на кастрюлю. Есть ли какие-то странные формы, типа облака или лёд, когда у меня в ледоход? Ну, облака хорошо, ледоход чуть хуже, что, открывалась? Переливалась, нет, переливалась, открывается хвост, открывается хвост вот такое, движение, да? А тот павлин, может быть, открывал что-то, ну это хвост или нет? Ребят, послушайте, не может быть хвост как хвост, это хвост, это что-то другое. Что-то подобное хвосту павлина, да? Просто облака? А может, растения точно нет? Какие растения? Какие растения? Кто отвечать будет? Облакан, Денис Лагутин. Прошу вас, Денис. Василий Дмитриевич, а могли бы формулировку вопроса повторить, чтобы я... Зачем наблюдал Михаил Пришлин? За, например, движущимися облаками. За движущимися облаками. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Лагутин. Да? Не пугайтесь сразу, частично зерно в вашем ответе есть. Господин Касумов, скажите, а ваша команда будет играть через неделю? Вы бы как ответили на этот вопрос? Звездное небо. А именно? Облака нет. Облака закрывали. Большая медведица. Тысяча рублей получит Александр Пельченко из Волгодонска. Уважаемые знатоки, а сейчас специально...